так вот расскажем немножко про наше настольное движение все это началось с того начнем с того что мы немножко девуалируем где мы находимся территориально вы уже знаете что мы находимся в эстонии да а где именно в эстонии вот это вот было для многих секретом особенно тех кто в эстонии с вами проживает они предполагали где мы находимся но как-то все никто так толком не догадался какие мы предложили в их основном поселили по большей части да мне тоже вы их поселили сначала не хотели армии все уже забудь твоя звезда уже зашла ты же сказал все что хотел но мы еще вернемся хорошо в твоей армии попозже да и не надо возвращаться на самом деле мы находимся в городе нарва вот так вот все спалили контору город нарвы небольшой такой город на границе с россией поэтому тут очень много русскоязычных как видите даже потап делит всех на эстонцев и русских до потап делаешь поэтому не русские всегда положительный герой а эстонцы какие-то недотёпы не всегда да вот такой вот это уже завал еще раз вот довалять и шум вот так вот значит вот такой ясненько понятненько и началось все с того что я в каком-то там начале двухтысячных вчерам году до пришел как-то подсмотрев детских то фильмов там играют какие-то настолки какие-то ролевухи настольные решил создать клуб настольных ролевых игр и сначала уже слышали но еще раз повторим ничего я не слышал где-то на первое с интернета где-то нашел в интернете распечатал правила какие-то там а dnd это как раз было вторая редакция деньги да такая историческая на русском языке с переводом уже я сейчас все дальше расскажу вот это палач после палач теперь лидер этого всего движения подпольный подполью подпольный на себе напольный так вот и распечатал то всю фигню все не было непонятно конечно кто-то с товарищем один решили собраться попробовать собрались врачи звали попробовали товарища звали александр потом тоже отдельный клуб открылась которая какая-то там башка башни то ли чугунная башня то ли стальная башня такой надобный клуб на доме собирались на квартире вот и клубили а вот попробовали мы нам понравилось нам нужен был народ и меня пригласили в клуб скаутов наоборот клуб скаутов прочитать про это все рассказать народу как это все вообще происходит такие ролевые игры тем более что им это близко они же скауты часто собираются на полигонах там своих военные военные полу военные игры да тут такая тема образовалась так вот мы впервые собрались где-то их было человек девять кто заинтересовался там из клубку большой чем 15 9 заинтересовался это была моя первая компания водилка который я водил и сначала с хардкора уровень уровень мэднес водить девятерых человек с того что вводится до пяти то есть это уже очень сложно потому что кто-то не успевает не разговаривает кто-то не отыгрывает ну там что-то так и было да кто-то там грузом болтался по болотам кого-то пропускали несколько раз каждый ход вот пропустили то тебя не убьют как бы но там эпичные такие были моменты там народ то не особо разбирался все кто-то вообще фэнтези было не близко там до такого доходило типа начинается драка в таверне у классика и один там в рыцарь говорит я незаметно достаю двуручный меч чтобы подготовить с незаметно достает и готовится такой двуручный что-то подобное было вот потом туда пришел сиба молодой 13-12 лет с октября у нас нас была нехватка когда мастеров по сути только один водил а сиба был талантливый после только только что после форумных водила да я на рельмансере форумных этих участвовал и водил партии на форумах и мир настольных игр реальных немножко поначалу шокировал ну конечно все пришел красиво отыгрывать тут же его тут же ему вломили там какие-то местные винчуги ну смысле в игре клубить надо быть ближе к жизни в этих делах в общем после этого сиба стал водить и появился так 2 мастер нас клуб стал разрастаться о том что было дальше мы уже расскажем вам плиты перейдем плите мы продолжаем плиты уже вот здесь вот у меня будет все это жарится мое первое блюдо вот это вот я только еще немножко его заапгрейд тем что я смешал с остатками яйца остатки муки чтобы обвалять нормально они уже были чтобы они уже были нормальники как в булочке как булочки возвращаясь нашему клубу как все было дальше пришел тасиба я там еще поводил какое-то время потом стали там организовывать какую-то первую полевую игру это когда вот все как раз собираются как на видео лесные ролевики скарима где можете там увидеть палыча и потапа во плоти а я как-то с тех пор уже решил слиться с клуба и дальше туда уже там был мой друг гиви который тоже на канале как-то появлялся а потом бразды правления взял палыч теперь расскажет палыч нам чего до 9 там довольно быстро был да ну как ничем особо не происходило там на самом деле так тусовка развалилась в принципе след следует следующее интересно зарождалась на домике уже на домике домик это такое эпическое место про и по которому сказать палыч плачу такой домик люди-то тут не топчись тыка шатаешь камеру да сейчас у нас мары строят большой центр позвали мастри вот на месте его расширения был одноэтажный зеленый домик на котором собирались поначалу все кому не лень включая наших всяких этих самых как называют и формалов и формалов за всякие местных наших поэтов не так далее то есть за один вечер сменялось могут три тусовки 4 вот но самое главное в том что на этом домике продолжили традицию водилок продолжили готовиться к страшно ты самым играм в лесу полевым так называемых вот не и ну давай просто что это лет пять наверно давно в разные года тут более успешно менее успешно в общем пока я собственно он не закончился вот но сам закончился доме основным было то что я была той тусовки это было очень весело палыч проламывала стену головой да то есть там пьян стали все в общем-то были молодые здоровые и здоровые сейчас мы все-таки готовим здоровую пищу да это луид домик отличался тем что там был дух свободы то есть можно было практически все что все что захотеть может мне кажется по очереди можно не творилось на домике всякое были водилки чтобы были подготовки были естественно всякие там и цензурированные вещи я когда-то заходил по моей памяти когда в моем представлении как должны выглядеть ролевики это все как-то было вызывало некоторые когнитивный диссонанс вот эти ролевики до выпадались мама не горюй непонятно какие-то гопота какая-то там не пометал парни парни со двора за чего не водили но с того времени как бы если что у нас было удачно это мы стали более-менее вы не будешь ну так сказать удачи что у нас осталось хорошего то что с тех времен сложилась хорошая компания крепкая дружная мы с тех времен в принципе не меняли состав и в этом составе выезжали на игры и в тайминг ездили и известного леса здесь устраивались и два года даже ездили в латвию да я почему почему я так и не вернулся хотя собирался вернуться я как бы уходил в отпуск почте на броню шоку будет больше в направлении полевых играми это как не очень интересно всегда было мне всегда интересно как вы можете видеть по моему каналу мне на стол очки интерес не всегда было интересно японское искусство вы всегда с романцем спорили кого кто победит европейц или европейцем дрались на швабрах дрались на ботенах на швабрах если он меня еще победил более-менее то на ботенах я ему навтыкал я не помню ничего не было вытесненное воспоминание но вы не дрались на вылужденных мячах который роман застает незаметно скажи чем сейчас лучше чем сейчас палыч приедает по сути руководителем на место и нельзя звать президента вроде как никого кроме президента это не президент клуба этим можно переворачивать сейчас мы просто переехали откуда-то домика и у нас изменилось как бы опять забьем еще раз изменилось еще раз вырос сейчас стало гораздо больше там чек 30 наверно у нас был последний раз и что самое важное что мы просто участвуем везде то есть у нас много водилок у нас много опять же год от года зависит но в основном у нас довольно таки насыщенно бывает летом если вы находитесь это недалеко от нас можете присоединяйтесь к нам называется клуба и у них синие потому что палыч он на самом деле паладин и не смотря на то как он ведет настольной игре палыч на самом деле возникла паладина ты же был фанатом ворду форхам да плен это же паладином ну это же параллельно у тех кто-то эти дирекции ну наверно я тут почти все готово видите что довольно просто готовится такие вот блины получаются этот блин такой калорийная бомба называет каждом блине на тысячи три калорий до себе готово вот вон или качалку и положи таки его и обратно ты сейчас точно есть стукарик да да стукарик качественный сейчас он почти дожарил куча дороге твое так можно вытяжку включить давай вон а выкушки не готов ну на камеру они дал их выключить модель поменьше включить один на самом деле добавить остался целый попробую так но вот это расчищется там и края укреплю раствором мы вместе с ребятами с отъездить тут какую-то какая там у нас крепость в эстонии берется каждый год это ежегодное взятие ежегодная ежегодный отыгрыш юрьевой ночи 1343 года по-моему недавно было ее шестьсот шестидесяти шестилетия в этом в это восстание нам и солнце в общем-то восстали против немецких захватчиков и пошли как бы там всех грабить и в общем и центральная эстония построил небольшой форт такой ну как небольшой на самом деле там метров до 6 метров растет растет каждый год увеличивается где-то метров 20-20 на такой 4 квадрат который стоит на горочке и в общем всем ролевикам эстонии раз в году приходится его его брать сколько раз ты брал слушайте мы есть часть защищать, часть брать но в основном где-то пополам часть брали, часть защищали, часть проигрывали, часть не брали самая лучшая атака была это была диверсия, провода оборвали как раз я тогда был да, мы пошли в ночной штурм собрав уже там какие-то какие-то уже отсадные башни, мы все отнесли весело весело целой ордой шли до этого были предшествовали какие-то переговоры длинные которые всем надоели, никто на самом деле не хотел переговариваться типа их на Майдане все на самом деле хотели повоевать, но для плеча вообще пацаны надо было договариваться, все договаривались, они все плюнули причем так, типа, при каких переговорах просто с обеих сторон нулевым планем, да и все понесли короче осадные башни ты спрашивал, почему я ненавижу Исток, ну как я спрашивал, как намекнул ты подошли, оборвали провода, они вырвали у нас башню и побежали свет да вот короче, несли эту башню и задели провода, которые вели туда электричество свет давали тут, на этом атака кончилась, все было решено отложить на утро воехать в баню, до утра дожили не все, потому что на утро мы все въехали, да, и сглые не взявший в горд, не взявший в горд это был самый новый год, это был 666 годовщина вот такие, смотрите, лепёки получаются, очень грамотные их можно есть и просто так, это называется задротский шницель но я думаю, что он будет в составе палочевских булочек смотреться как булочек, между палочевскими булочками будет смотреться в принципе, да, палочевские булочки во втором классе в принципе, да, палочевские булочки во втором классе примерно так выглядит сейчас я думаю, это было бы эксперты по булочке два щита вот так вот вот так вот так вот к рельвизму все все, по сути, получаются из одной компании а вот на стол, на стол, мы уже пришли как упрощение на самом деле да все расскажем, потап, подожди ты про армии уже рассказал, сиди молчи теперь успокой как всегда а ты уже шницель пожарил, давайте рамни пожарим нет, я же ты будешь жарить на стол мы пришли как к упрощению, по сути и к настолкам, наверное, Сиба привел тут всех в основном но я имею ввиду, вот, локально, пожалуйста расскажи теперь про настолки кто правда не докатился да, я как начинал тогда для меня настолки и полевые игры были как бы не связаны, можно сказать ничем, кроме общей компании и всегда шли параллельно то есть настолки немножко все-таки отдельная тематика да, у нас настолка, кстати, вот если вы можете посмотреть на столе им, где я играю с Вилом Вил это как раз человек, который всегда вот настолка был у нас еще когда клуб только зарождался еще когда мы там родились только в ДНД, приходил Вил с ими настолками а для нас это казалось ну, зачем нам настолки? там столько ограничений, да? ну да, да там играешь за этих спейсмаринов каких-то там, какой-нибудь там Старкраст а тут стенку не поковырять не посоциалить, идешь по коридору и все ну да, и в принципе в настолках параллельно было много творческих людей в общем-то там да, тогда же там и сперешники появились вроде того творческие люди не отличались организованностью, но определенный креатив на Василия это все это и определенную движуху согласен а вот тут можешь если человек? я нет почему? я инженерный я больше любит василий инженеров в принципе тоже творческий человек больше всего нравилось поэтому мы спал еще обычно компьютерные игры стримать играем про космос ну, кстати, еще не отказываемся от идеи это продолжить, да? мы же будем стримать делать? так что мой компьютерный канал никогда не пропадает наверное, точно но если мы могу гарантировать я думаю, если мы будем стримить доту то народ там вообще надо вернуться стримить доту я сам не буду ее стримить потому что я ее ни разу не играл и не хочу за месте за месте не хочу тут, да, правительство не отворачивается своих этих самых в принципе все началось тут с компьютерного и Палыч мой первый подписчик главный подписчик он первый 5 тысяч первый подписчик он первый 5 тысяч 5 тысяч? да, да когда подходило 5 тысяч у меня два аканта я по очереди подписался У меня готовность номер половины, в принципе, неплохо. Только ты подожди, потому что они внутри могут быть напряженные. Обязательно. Можешь кружечку, как кружечка, да. Вот, взял косметика просто какая-то. Поставь ровно, наверное. Немножко. Скажи, чему вы сейчас готовитесь так активно? Да, у нас сейчас самый большой проект – это «Битва наций». Что? Мы потихонечку-потихонечку выросли из ролевиков в реконструкторы. Что такое «Битва наций» до начала? «Битва наций» – это большой фестиваль исторический, который проходит в разных странах. В этом году в Хорватии, куда мы собираемся поехать. И фестиваль включает в себя самое главное – это битва между командами на железном оружии, с железными доспехами. Ну, естественно, не заточено, не смертельно, не летально. Все очень… Выглядит страшно, но на самом деле все довольно безопасно. Вот. И поскольку пацаны уже выросли, уже не мальчики, уже все работают, могут позволить себе доспехи, костюмы, то всем захотелось сразу стать серьезными пацанами и выступить на высшем уровне, собственно, подраться на «Битве наций». Которая будет проходить в этом году где? Она будет в этом году в Хорватии, в местечке других. Да. И туда, кроме нас, еще 38 стран и 38 команд. По сути, как правила такие, что команда на команду или один на один, и дерутся, пока кто-то не упадет, да? Либо пока судья не прекратит. Существует один на один два очка по очкам. Практически там редко кто падает, потому что один на один там, ну, там меньше, ну, там не толкаются, то есть там за толчок не нет очков, то есть там, ну, на удары, собственно. «Битву наций» можете легко найти на YouTube, если наберете, что там, «Battle of Nations». Да, «Battle of Nations». Да и даже «Битву нации», само по сути. Довольно интересные баталии. Там обычно побеждают русские или украинцы? Русские. Русские. Да, русские. Ну, после Майдана, знаешь, там специалистов будет много, по посчитавому бою, судя по всему, там. Ну, вот обогнать, да, подготовиться, обогнать, ребята. Нам что-то здесь не идти. Вот они к чему готовятся-то, на самом деле, да. Вы-то думаете, что там постоят, да? На самом деле там вы видели команды. Ну, сходство Потапыча с человеком с Майданом мы уже оценили все. Однозначно. Там дриш какой-то был. Да. Ему еще качаться до Потапыча. Какое? Пиво. Пиво. Ну, как у тебя сколько еще остается? Нам, вроде, ничего больше жарить не нужно, да? И мы после этого уже перейдем к складыванию пирамидок. Да. В принципе, наверное, обжарка. Примерно так выглядит. Куриная котлета. Ура! Поэтому мы просто уже отсюда сейчас дожарим и перейдем к столу, и там уже встретимся, да? Давайте. Окей. И вот мы теперь вернулись за стол. Спонсор нашей программы. Чтобы теперь собрать наши гамбозы. Их можно собирать в трех вариациях, как видите. Вот с такой шляпой, с такой шляпой, с такой шляпой. Со всем чем угодно. В четырех вариациях. В четырех вариациях, да. Можно сначала складывать, потом класть вот так вот. Делаешь колечко здесь этой самой плотицы. Я буду вот этим со своим делать. Колечко, на память колечко. Немножко кетчупа. Посередине, да? Да. Трестик. Сейчас мы покажем секрет приготовления краусбургеров. Да. На самом деле параллельно. Потом берешь. Берешь. Черное, черное, вырезанное. Прекретный элемент. Сыр, котлетов, сыр. Вот так. Котлетка. Котлетка пошла. Потом берешь это самое. Это вот уже можно просто в произвольном. Нет. Собирать их. Да. И бекон. Главное бекон. Бекон. Кто успел, там бекон остался. Так. У меня получается вот такие вот гамбосы идут. С тем, что я приготовил с этим вот задротским шершнем, хотел сказать. Задротским шницелем. Вот такой вот получается. Передадим Оксане. Так. Отлично. Сразу же. Спасибо. Вот так вот. Нормально. Вот. Это Сиба. Сиббургер. Это называется паутсбургер. Это паутсбургер. Вот такой вот. У него какой-то там качи? Кана. Кана. Куриная. Куриная то же самое, что Сиба. Это пота почему сразу есть. Что-то все сразу налетели. Мы еще не собрали. Еще ничего не одного. Как будто я не готов. Давай. Следующий. Надо побольше. Все в классе. Там скридентов много. Вкусно? Угу. Ну и ешь дальше. Ну я в разрезе. Оксана пытается показать. Видите? Сколько здесь в слоев. Очень красивый такой интерьер. Сиба, что ты ешь уже? Ты еще не сложил все. Я сложил самый важный. Самый важный. Командирский. Так. Ну да. Хочешь двойной сюда? Так. Все сюда. Это у вас останется. Оп. Блин, я забыл сыр. Сыр забываем точно. Господа, не забываем сыр. Нет. 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 Вот сюда. Нет. Вот. Котлетос. Котлетос. Вы хоть покажите на камеру, как вы собираетесь. У меня вот такой вот веселый получается. Видите? Так, можно попробовать. В виде барсука какого-то. У нас двойной котлетос получается. Да еще. Я двойной сыр, пожалуйста. Да. Сверху шелева. Чуть-чуть-чуть. Капельку. Вот так вот. Вот. Хорошо. Пошло. Я понимаю, что вы сейчас там с клюнями обливаетесь? У нас такая свая получается. При виде таких вот гомбосиков, да? Вот сейчас такой гомбосик. Гомбосик бы такой навернуть бы сейчас, да? Ха-ха-ха-ха. Но мы за вас съедим, не волнуйтесь. Вы расскажите. Давай, давай, хорошо. Суба котлетой. Какая-то маленькая. Получается красотища просто. Красотища. Здесь надо... Давай, давай зафигарим двойной, двумя видами. Дафигарь, фигарь. Мы проложим это с салатом. Все, все для вас, ребят. Художника ничто не должно ограничивать, правильно? Именно так, обязательно. Это потапчик будет, потому что... Хорошо. Это такой съезд. Надо бы у нас разобрать. Давай туда. Бекон мы же поставим. Бекон обязательно. Потапчик для тебя сейчас сделает гомбос. Бекон. Гомбос нажирательный. С двумя видами котлет. Двойным сыром. Беконом. Дабл чиз. Сверху. Один на баланс. Подожди, я сейчас тебе сделаю потапчик. Потапчик с бургером специально. Это что такое стыдное у тебя прошло? Это маленькие булочки. Это для студентов. Студенческие. Студенки. Вот здесь, смотрите, для потапча специально. Эксклюзивно. Так хотел есть. Я ему сделал такое с двумя котлетами. Беконом. И всем, что было. Короче, на посадку. На здоровье. Спасибо. Не облей красивую жилеточку свою. Сразу. А это вот отдельно придется как-то съесть. В работе, если на это посмотреть, давайте. Посмотрим на красивые мои эти... Задротские шницели. Разрез у него такой вполне. Пирожок такой получается. На драко где есть точно. Я вот чисто его так беру и так ем. Я тоже чисто свою возьму и попробую. Ммм. Одного вкусно. Вкусно. Вкусно, полезно. Не вкуси, ладь, вкуси. Дай половину. У нас уже эпик милтар какой-то пошел. Потапыч пытается запихнуть в рот. Получилось. Этот смокрый. Рот теснул немножко по краям, но все равно так влезло. Вот такая у нас олимпийская тарелка получилась. Видите, в честь любитающейся олимпиады. Диетическая. Диетическая, да. Диетичность этого блюда зашкаливает. Еще раз поздравим нас с десяти тысячами подписчиков. Наконец у нас вернулась наша Затровская кухня. Надеемся, что мы еще увидимся. Ну немедленно выпил. Уже совсем скоро. Ну, давай. С кем-то из нас сможете увидеться на приключениях настольной водилки с Палычем. И Сиба там иногда возникает. А про Потапыча смотрите в живых приключениях. Когда мы рассказывали про клуб. Всем спасибо, что смотрели. Приятного аппетита. Всем. Живите долго и процветайте. Пока. Пока. Все скажут пока. Пока-пока. Все заняты едой. Все заняты едой, да. Если вы нас извините, мы вас на этом покинем. На этом вкусном моменте. Субтитры сделал DimaTorzok.